Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим матч, сыгранный на Гамблере между гроссмейстером Баиром Ренчиновым и мастером спорта Никитой Волковым. Данный матч был сыгран с контролем времени 1 плюс 1, то есть 1 минута на партию плюс 1 секунда за каждый ход. Всего соперники сыграли 4 партии. Ну давайте рассмотрим все 4 партии. В первом микроматче соперникам выпала следующая жеребьевка дебюта. Так называемая ходилка. АБ4, ДЕ5, ЖФ4 по Бире. Обязательные ходы. Ну и естественно белым нельзя бить в центр из-за ФЕ5, и белые останутся без шашки, поэтому белые бьют на Х4. Теперь черным лучше всего разменяться. То есть черные развивают свой сильный левый фланг против ослабленного правого фланга соперника. Ну и белым довольно-таки тяжело тут уравнять игру, получить какую-то контр-игру. Но в первой партии Баиру Ренчинову все-таки это удалось. Баир играет Ба5. Никита играет АЖ7. Теперь Баир препятствует размену черных ЕФ4 ходом АЖ3. Далее в партии последовало ЖФ6, и белые разменялись в центре. То есть развивают свой сильный левый фланг. Ну, черным рано или поздно придется размениваться, поэтому они сделали это сразу. Теперь белые точным ходом ЕФ4 перехватывают преимущество. То есть обратите внимание, ход ФЖ5 уже плох из-за ЕФ2, ну и после такого размена белые будут владеть преимуществом. Поэтому Никита здесь играет СД6. Далее в партии последовало АБ2, ФЕ5, БЦ3. Ну, белые развивают свой сильный левый фланг. Здесь черным плохо играть ЕФ6 из-за ФЕ3, и преимуществом будут владеть белые, поэтому Никита нашел четкий план уравнения, сыграл СД4. СБ4, ДЦ5. Белые побили, черные побили. Здесь Баир надолго задумался, но все-таки сыграл ЖФ2. Ход ЖН2 не ведет к выигрышу шашки, то есть Баир просчитал это, черные сыграли бы ДЕ3, белые размениваются вынужденно. Ну и после хода ФЖ7 и Ф6, черные отыгрывают шашку, ну и получают позицию абсолютно не хуже, возможно даже лучше. Поэтому белые в этой позиции сыграли ЖФ2. Далее последовало СД6, ЖХ4, ФЖ7, ой, ДЦ5. Теперь белые играют СБ2, черные играют ФЖ7. Здесь Баир сыграл не точно, он напал. В принципе, белые могли играть ДЕ3, затем ЕФ2, ну и в зависимости от ходов белых, либо меняться ФЖ5, либо нападать ДЦ3, либо даже ФЖ3 меняться. Позиция у белых была даже чуть поприятнее. После хода ДЦ3 преимущество улетучилось. ЕД2, ДЕ7, ДЦ3 здесь уже плохо из-за ЕФ6 играть, поэтому Баир сыграл АЖ5. Черные напали, белые отыгрывают шашку. Никита играет БЦ7. Здесь Баир снова надолго задумался, ну и у него осталось, по-моему, не более 5 или 7 секунд. Баир сыграл БЦ3. Здесь Никита уже задумался, СД4 не ведет к уигрышу из-за СБ4 и БЦ5. Белые успевают прорваться на ослабленном правом фланге соперника, поэтому Никита здесь разменялся назад. Далее последовало. ФЕ3, СБ4, СД4, БА3, ДЦ5, АБ2. Соперники здесь играли быстро, но у Баира было мало времени, а Никита специально его подгонял, и ему удалось запутать своего опытного соперника. То есть в этой позиции Баир сыграл СБ6, этот ход проигрывает, и красиво проигрывает. А на самом деле к ничей ввел ход, простенький ход ФЕ5. Теперь если ставить дамку, то мы нападаем с этой стороны на шашку черных. Если здесь ставить дамку, ну, снова напали. Если играть ФЕ7, ну, снова нападаем, и партия заканчивается ничей. То есть черные ставят на С1, белые бьют, допустим, даже на Ф6, черные бьют дамку, ну и после ДД6 партия заканчивается ничей. Баир же в этой позиции сыграл СБ6, и здесь Никита мог красиво выиграть. Можете поставить видео на паузу, попытаться найти выигрыш за черных. Черные играют БЦ1, белые бьют, и черные жертвуют еще одну шашку, ФЕ7. Теперь если бить на Ф6, то возникает вечно зеленый финал, штаны. Черные жертвуют шашку, и бьют шашку и дамку соперника. Ну и после АЖ3, ДЦ7, ЖР4, СД8, белым остается только сдаться. Видите, как штаны получились. Если же белые в этой позиции бьют на Ж5, ну, черные бьют, грозят сыграть ФЕ5, надо жертвовать. АБ6, ЖР4, БА7 на Б8, ну, ДЦ5, поставили дамку. Ну и рано или поздно белые ставят дамку, и черные их ловят с победой. Вот так красиво мог выиграть Никита Волков своего более опытного соперника. Ну, Никита отошел. Белые играют Б7, и черные ставят дамку. Все равно у белых тут в цветноте остаются проблемы, дамку ставить нельзя, и Баир здесь отдал шашку. Здесь у белых еще была ничья, надо было сыграть АБ6, выждать один ход, но Баир поставил дамку на Б8, ну и после хода ДЦ5, уже здесь тяжело делать ничью. Ничья еще была, надо было обороняться по двойнику, и такой ход не выигрывает. Возникает так называемая позиция Сокова. Всем важно ее запомнить. Ну, вкратце покажу. То есть, в этой позиции, если бы ход черных был, они побеждали ходом ФЕ7, то есть, они затем вытесняли белых с верхнего двойника, и проводили все три шашки в дамке. Но в данном позиции ход белых, и они делают ничью. Они играют на Ф4, черные нападают, и белым надо уходить на поле Д2. Теперь у черных есть две атаки. Но лучше всего сперва пойти на С7, теперь белым надо играть только на поле С1. Все остальные ходы проигрывают. Если же белые правильно обороняются, то черные выжидают, и на ход Д2 играют теперь на Д6. В этой позиции уже наоборот. Все ходы проигрывают, кроме хода Е1. То есть, вот сюда уже проигрывают. Черные красиво выигрывают. Они играют на А3, ну и на любой ход белых неожиданно жертвуют шашку, и зажимают белых на тройнике. Красивый выигрыш. То есть, а в этой позиции, если играть на Е1, то возникает ничейное окончание позиция Цирика, ну или как некоторые ее называют, позиция Саргина. Черным на играть ФЖ7, белые нападают. Ну, не отойдешь, естественно. Белые пойдут в любки, поэтому надо закрываться. И белые занимают верхний двойник, отсекают шашки черный ход по ходу в Данке. Ну и возникает позиция Цирика. Я ее разбирал на своем канале. Ссылочку выложу в верхнем левом углу. Кто не знает, можете посмотреть, поучиться. То есть, чтобы не доводить до той сложной ничьи, здесь белые могли сыграть АБ6. Черным надо ставить дамку на Е5, иначе белые нападут на шашки черных и достигнут ничей. Теперь белые ставят дамку. Черным надо играть ФЖ7. Ну и тут простенькая ничья. То есть, надо жертвовать. И белые проводят вторую дамку и достигают ничьей. Если же в циркнотной горячке белые тут сыграют БЦ7, то неожиданно черные тут даже выигрывают. Они играют дамкой на H2, белые бьют и бьют именно шашкой. И белая дамка, что называется, заблудилась на двойнике. После такого остается только сдаться. В партии же Баир запаниковал. Здесь у него оставалось мало времени. Напал на шашку черных. Черные отошли. Ну и Баир здесь снова напал. И черные легко выиграли. То есть, ничего интересного. В второй партии, после АБ4, ДЕ5 размена, Баир также разменялся в центр. И Никита повторил ход Баира БА5. Далее Баир разменялся на поле Ф4, поставил так называемый тычок. Очень сильный план применил. Белые сыграли Ба3, черные АЖ7, СБ4. И здесь Баир снова удивил своего соперника. Сделал вроде бы несуразный ход, Ж6, но на самом деле этот ход очень сильный. И сейчас вы убедитесь в этом. Белая играет ЖФ2, и черные размениваются на Е5. И, друзья, теперь становится очевидным, для чего сделали ход черные ЖФ6. То есть, такой размен уже за белых, он не проходит, потому что черные размениваются на Ф4, и снова занимают своей шашкой сильное поле тычковое Ф4. То есть, так играть плохо. Именно для этого, чтобы противодействовать вот этому размену, черные и заняли поле А6. Далее в партии последовало АБ2, ЕД6, БЦ3, и черные разменялись. Есть возможно, уже следовало упрощать позицию, играть ДЕ3 и бить на А7. Там еще какая-то есть ничья. Ну, возможно, СД4 надо было меняться. Но Никита сыграл ФЖ3. Далее последовало БЦ5, СБ4, БЦ7, ЖС4, ФЕ7, СБ2. В этой позиции Баир сыграл СБ6, ну и белые напали. Далее последовал размен. В этой позиции еще была ничья. Белым надо было сыграть БЦ3, а вот ход ЕФ2, как сыграл Никита, он проигрывает. После ЕФ2 Баир сыграл БЦ7, далее последовало БЦ3, СД6. Черные грозят выиграть, надо уходить. Ну, сюда уходить бесполезно, потому что после такого выигрывают белые, ой, черные, то есть приходится играть ФЖ3, черные нападают, белым надо меняться, побили, побили, черные занимают сильное поле, рожон, так называемый, на поле Е3, остается единственный ход БА5, ой, АБ4, белый играет ЕД2, скромненько, ну и после размена выясняется, что белые быстро проигрывают, АЖ5 еще последовало, ЕД2, ЖФ4, ЦБ4, ЦД4, ну и получилась позиция 4 на 4, а позиция, белые тут сдались, ну естественно, после БА5, ДЦ5, и белым остается только обдавать свои шашки, но все-таки в этой позиции была ничья у белых, давайте рассмотрим ее, БЦ3, БЦ7, напали, лучше всего за черных тут отойти и на ход БА5 пожертвовать шашку, теперь черные играют ЕД4, ну и белым, у белых остается единственный ход БЦ5, надо отжертвовать и играть АБ4, теперь черные снова занимают, снова ставят рожон белым, но у белых есть ничья, АЖ3, ЕФ2, ЖФ4, черные ставят дамку, белые жертвуют шашку и идут в любки, лучше всего играть ЖХ2, побили и сыграть СД6, то есть черные не дают поставить белым дамку, теперь белым надо играть АБ6, черные играют ДЦ3, белым приходится жертвовать шашку, ну и наконец-таки они ставят дамку на поле Б8, теперь черным лучше всего закрыться и белые играют БЦ7, черные играют СБ2, ну естественно ставить дамку нельзя, потому что черные тут же ее поймают и выиграют эту позицию, ну или таким образом, но у белых все-таки есть ничья им надо сыграть ЕД2, ну и после постановки дамки белые играют аккуратно Б7 и ничья становится неизбежно естественно такого в цепноте не найдешь но все-таки так скажем у белых была ничья третьей партии Баир снова играл белыми СД4 АЖ5 Ж4 Б5 АЖ3 обязательные ходы жеребьевка такая выпала ну лучше всего играть ДЕ5 все остальные ходы за черных хуже и Баир здесь разменялся то есть выбрал двойной размен Никита во второй партии в четвертой партии одинарный размен выбрал ну и здесь черные сыграли СБ6 ой прошу прощения Ж6 на самом деле лучше всего здесь было сыграть СБ6 ну и после АБ4 сильнейшего черные могли разменяться и легко уравнять эту позицию допустим АБ2 и мы меняемся с помощью двойного размена легко уравниваем Никита же сыграл послабее Ж6 то есть свел к теории эта позиция изложена в курсе шашечных дебютов Литвиновича Негры далее последовало СД2 ЦБ6 АБ4 ну и здесь в принципе так прошу прощения последовало АБ4 и на ЦБ6 далее Баир сыграл так прошу прощения обычно в теории здесь играет АБ4 ЦБ6 и ЦД2 теперь на Б5 мы играем БЦ5 и после такого размена получаем преимущество ходом ДЕ5 если же черные здесь допустим меняются то позиция белых снова намного сильнее поэтому у белых здесь лучше лучше всего здесь черным уравнивать позицию вот таким образом ну и ничья здесь за черных достижимо Баир же в партии сыграл несколько по-иному он сыграл ЦД2 и на ЦБ6 не стал играть АБ4 сводить к теории он сыграл АБ2 далее Никита сыграл БА5 и Баир разменялся ну у белых чуть поприятнее но черные уравнивают игру черные сыграли БЦ7 Баир сыграл БЦ3 ну и здесь лучше всего черным упрощать позицию они пожертвовали одну шашку вторую ну и провели наш любимый размен тройной одеколон далее в партии ну примерно порядок ходов покажу тут уже не важно АЖ7 АЖ3 ФЕ7 ЖФ4 ЖФ6 ДЦ3 АБ6 ФЕ3 ЕД6 ЕФ2 Никита здесь сыграл БЦ5 ну и после ФЖ3 и нападения белые провели вот такую комбинацию и партия закончилась ничьей в принципе тут у черных не намного хуже ну и в последней партии Баир играл черными он верно играет ДЕ5 и белые предпочли одинарный размен далее последовала интересная игра ЦБ6 АБ2 ЕД6 БЦ3 ЖА6 ЖФ4 ну здесь в принципе у Никиты был сильный ход вместо ЖФ4 это не очень сильный ход можно было сыграть белым ЦБ2 и владеть преимуществом то есть на любой ход допустим ФЕ7 как-то ну БЦ7 мы меняемся на ДЦ5 или ДЕ5 а если играет ДЦ5 ну тут вообще практически проигранная позиция за черных то есть очень плохо остается играть только ДЕ5 теперь белым лучше всего разменяться ЖФ4 ну и черным здесь уже лучше всего размениваться потому что позиция может стать проигранной белые могут в любую сторону побить ну лучше всего побить сюда ну и после такого белые снова владеют преимуществом можно и АБ4 сыграть подкрутить можно просто разменяться ДЦ5 и побить на Е5 и снова убил их приятнее позиция Никита же вместо ЦБ2 точного сыграл ЖФ4 это уже не очень точный ход черные играют ФЕ7 здесь еще можно было в принципе получить равную игру можно было отдать шашку ну и напасть здесь получилась равная игра но Никита здесь сыграл ФЖ3 и получил уже плохую позицию черные разменялись вперед ну и не так просто здесь уже играть белым и здесь Никита ошибается еще раз и в последний раз можно было в принципе сыграть СД4 и ничья была возможна еще за белых Никита же сыграл СБ4 и эта позиция уже проигранная Баир поставил рожон черным на поле Е3 белые напали черные разменялись здесь еще можно было как-то побороться за ничью если разменяться вот таким образом какие-то шансы на ничью были но в принципе позиция белых черных белых уже очень плохая Никита же здесь в последний раз ошибся такой размен провел ну и здесь выясняется уже что ходы белых очень быстро заканчиваются последовало БЦ5 АЖ5 белые зашли в любки черные жертвуют шашку и поставили дамку на Е1 теперь сюда если нападать играем просто на СБ4 поэтому Никита сыграл СБ6 белые сыграли ФЕ5 БА7 ЕФ4 ну и Никита тут сдался как говорится играть нечем ну последнюю позицию на сегодня рассмотрим то есть в этой позиции Никита разменялся и получил очень плохую позицию можно было сыграть СД4 теперь черным лучше всего меняться вперед белым надо играть ДЦ3 черные размениваются но обратите внимание то есть у белых 5 шашек участвуют связки всего 3 шашек черных ну и плюс у черных еще есть запасной ход АЖ7 то есть при случае то есть 5 шашек против 4 и плюс запасной ход у черных естественно 3 шашки черных играют против 2 преимущества поэтому у черных поэтому ЕД6 СБ2 ДЦ7 БА3 БЦ5 СД4 ну черные здесь могли разменяться могло последовать АБ4 СБ6 напали отошли ну и после такого размена здесь в принципе ничья была не за горами то есть белые все-таки могли уравнять вот эту позицию так прошу прощения друзья вот этот размен как раз проигрывает то есть черные играют ДЕ5 и после ФЕ3 нападают надо отходить и после ДЦ3 выясняется что позиция белых проигранная то есть в этой позиции наоборот надо не на Ф2 бить а на Б6 я вспомнил партию Ярослав Гончаренко так за черных выиграл то есть надо играть СД2 БА7 ставим дамку допустим на С1 и белые точно ставят дамку на Б8 то есть и как бы черные здесь не играли позиция все-таки ничейная то есть на так уже ЖФ4 есть ход а если ДЕ5 побили побили АБ6 ну и здесь партия все равно заканчивается в ничью то есть черные не могут провести свои шашки в дамке то есть допустим если как-то АЖ7 играть то просто ставим на Б8 дамку ну и видите ловли нет потому что черные тут еще сами проиграют то есть видите вот за счет таких нюансов позиция остается ничейной вот такой интересный матч сыграли гроссмейстер Баиренчинов и мастер Никита Волков если вам понравилось данное видео то пожалуйста поставьте большой палец вверх подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии задавайте вопросы если что-либо неясно отвечу на все вопросы сегодня состоится лично командный турнир как всегда в пятницу я поиграю в этом турнире а на канале все о шашках вы можете посмотреть стрим с участием кандидатов мастера спорта Артема Гагаринова и Ивана Смуркова до свидания друзья увидимся на шашечных баталиях